Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и мы продолжаем нашу карьеру-кругосветку FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Итак, друзья, мы приняли решение, коллегиально, даже на стриме многие писали, что будут у нас либо короткие ролики, которые я не всегда могу вовремя выпускать, либо будут большие, как вот, например, предыдущий у нас был карьера за Уэйна Руни, он тренер у нас в Эвертоне. Поэтому здесь у нас также будут большие ролики, вы сейчас даже, наверное, увидели по хронометражу. Мы доиграем полностью весь первый сезон. Сейчас у нас концовка февраля, здесь у нас три матча, потом три игры в марте, пять игр в апреле и одна игра в мае. Поэтому выпуск будет большой, мало будет, скорее всего, геймплея, мы просто пробежимся по матчам. Вы увидите, естественно, забитые мячи и пропущенные, но вот опасных моментов, как таковых, будет меньше, либо их вообще не будет. Поэтому мы так быстренько отыграем все матчи и будем уже в следующем выпуске переходить во второй сезон. Напишите ваше мнение по этому поводу в комментариях, подходит ли для вас так, либо же вы хотите, чтобы было как вот раньше. Но, еще раз повторюсь, как раньше трудно именно выпускать оперативно эти ролики, чтобы они вот часто выходили. А так, зато мы не будем сильно где-то там тормозить. У нас сейчас на дворе, ну, ролик уже, наверное, выйдет, когда февраль наступит. Поэтому февраль месяца у нас еще даже первый сезон в этой карьере не доигран. Поэтому как-то так. Ну что же, мы сейчас играем против Витеса. Они идут на седьмой строчке. Команда все равно сильная, хоть у нас и лидерство в 11 очков. И сейчас можем сделать лидерство в 14. По расписанию, что у нас, еще раз мы посмотрим. Скорее всего, да, будем играть с Витесом первым составом, с Венте вторым. И тут вот будет в кубке Аякс. Поэтому там мы тоже с ними сыграем первым составом. Поэтому просто сейчас репетиция перед игрой с Аяксом. Херенвен едет на выезд. Вот наш стартовый состав на ваших экранах. Все. Дождь, к сожалению, только на стадионе. Поехали. Ну что же, Витес против Херенвена. Матч чемпионата Голландии. Поехали. Супер. И Хойч Донг. Отлично во фланг. Здесь уже мчится Ван Эвик. И, и, и. Ну сам-то хоть забей. Конечно. Не получилось. Витесу здесь обороняться очень хорошо. И поэтому наш оборонительный игрок, который отлично у нас подключается к атакам, забивает Ван Эвик. Очередной гол его в этом сезоне. Забивает уже сейчас посмотрим даже какой. Шестой гол в 21 встрече. Он забил. Но вы представляете, шесть мячей забил фланговый защитник. Через Ван Эвика снова. Ну вы посмотрите, он весь десущ сегодня. И, и все-таки забили. Но это гол тоже, можно сказать. Гол имени Ван Эвик. Оно забивает Хойч Донг. 37-я минута. Голкипер. Витес как-то так вот неубедительно отыграл здесь. И просто мяч уже здесь. А, тут даже не голкипер. Там рикошет от защитника был. И мяч отскочил в грудь. Либо даже в голову Хойч Донг. И он просто вот рикошетом таким забил. Гол записали, естественно, на Хойч Донг. Счет у нас 2-0. Ну все, здесь уже Хойч Донг куда-то сбежал. С подмоги. Хае дальше продолжает. Келлер, ну это пенальти, конечно. Отлично сейчас. Распасовались в атаке. Особенно Хае. Там мяч в поле оставил. Ну а к мячу, я не знаю, при счете 2-0 можно и Келлерта того же позвать пробить. Потому что он все-таки заработал это пенальти. Он левоногий, это не очень-то хорошо. Но попробуем. Ну и по центру решил так пробить. Хотя на самом деле немножко левее смещал стик. Но вот у Келлерта забить, к сожалению, не получилось. Хае подача и забивает Авила. После незабитого пенальти, вот Келлерта Авила в итоге с углового забивает. И если я не ошибаюсь, да мы даже сейчас, я не знаю, посмотрим или не посмотрим. Нет, нам не покажут. Но, как мне кажется, это первый гол Авилы в этом сезоне. У меня в принципе-то центральные защитники не забивали. Да, вот Авила, первый гол в 17 матчах. И забивает Абьяма. Вот здесь вот очень как-то сумбурно все это произошло. Несогласованные действия в защите. Вроде бы мяч уже был у нас. Вынести просто его не получилось. И в итоге на расстрел выпустили нашего вратаря. И счет размочил Витес. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа. Со счетом 3-1. Вилли 3-0. Но размочил Витес свой нолик на табло. Поэтому 3-1 победа на выезде. Итак, сейчас у нас игра против ТВНТ. Они даже идут повыше, чем Витес. На шестой строчке. У них 39 очков. Но я в любом случае выпускаю второй состав. Он сильно-то ничем не отличается. За исключением, наверное, только лишь центрального защитника Ван Отели с рейтингом 63. И правого защитника Али. Но он очень хорошо у нас играл. Как вы помните по предыдущим выпускам. Голевые дел. Но еще у меня небольшие сомнения по поводу вратаря. Но посмотрим. В любом случае, когда-то практику эти игроки должны получать. Составы нашего крана. Поехали. Итак, домашняя игра Херенвен против ТВНТ нам показали перед матчем Золи. Игрок ТВНТ, лучший бомбардир сейчас РД Визии. 16 забитых мячей у него. Но Ходж Донг у нас сегодня на замене. Вроде как он именно у нас лучший бомбардир. Поэтому посмотрим. Может быть и выпустим его, чтобы он показал, кто лучший бомбардир на самом деле. Против Аякса. И пусть некоторые игроки основы отдохнут. А вот и Келлер, который не забил пенальти в матче с ТВНТ. Сейчас отдаёт голевую передачу на Тимоси Андерсона. Вот она, контратака на 34-й минуте. И Тимоси Андерсон, который играет не на своей позиции, забивает гол в матче против ТВНТ. И пропустили. Конечно, мы пропустили. И забивает Мунье. 62-я минута. Вот просто, казалось бы, вы посмотрите. Просочился вот эту вот лазейку. Три игрока стояло возле него, и ни один не смог остановить. Надо уже что-то здесь делать. Забивай. Келлер. Нет. Вы просто посмотрите, что творит сегодня Анар Сталь. Мне кажется, будет лучшим игроком сегодняшнего матча. Вот это вот одно очко, которое мы отдали ТВНТ. Это, естественно, заслуга Анар Сталя. Куча сейвов. Куча нереализованных у нас моментов. Вот просто по оценке даже. Но мне кажется, лучший игрок именно он. Здесь без сомнений. Нет, Мунье получил оценку 7-6. А Анар Сталь всего лишь 7-3. 7 ударов. 6 в створ. Ну, 1 гол вот он пропустил. А так 5 вверх. Но мы в один тот же угол, как вы видите, били. И он постоянно этот угол перекрывал. Друзья, у нас полуфинал. Кубка Голландии. Оранж Бейкер. Надеюсь, я правильно прочитал. И немножечко с голландским акцентом. В четвертьфинале мы переиграли Нек. За счетом 4-0. Разгромили просто. И вот у нас игра против Аякса. Ну, Аяксу-то мы проиграли, кстати. Играя дома. Со счетом 3-1. И вроде бы это все. До этого мы, да, не встречались с ними у нас. Поэтому с ними еще будет потом игра в чемпионате. Поэтому они и по чемпионату как-то идут-то слабо. Мы их где-то вообще даже не видели. Там вроде в топ-5. И вот сейчас надо взять у них реванш за прошлое поражение. Играем, правда, на выезде. Но надо. Вот просто надо их обыгрывать и выходить в финал. Состав в наших ранах. Поехали. Аякс против Херенвена. Йохан Кройф Арена. Полуфинал Кубка Голландии. Уже для нас хорошее достижение дойти до полуфинала. Но на этой цели мы не будем зацикливаться. Нам надо идти как можно дальше. И постараться в первый же сезон в Голландии взять все возможные трофеи. Потому что недолго мы будем оставаться в чемпионате Голландии. Может быть, действительно, еще один сезон провели бы в Херенвене. И все. Дальше нам надо двигаться будет. Дальше логично. Выиграв все возможные трофеи с Аяксом в чемпионате. И в принципе местные трофеи. Будет отличие у нас задел на следующий сезон. И в Еврокубках в той же Лиге Чемпионов. Посмотрим, как у нас получится отыграть Бробби. Но Ноппер справляется. Даже сейчас. А пока что опасно. И забивает Бробби. Ну просто как по маслу прошла у них эта атака. 39-я минута. Ну все к этому и шло. То есть мы как-то разбазаривали свои моменты. И забивает. Забивает Артем Довбик. Давайте даже мяч возьмем. Чтобы сильно здесь не праздновать. Все. А мы все равно идем сейчас на перерыв. Слава Богу, что успели до конца первого тайма. Забить и сравнять счет. Артем Довбик. Замечательно все это сделал. И забил. Келлер на подаче. Довбик забивает дубль ворота Аякса. Ну вы просто это посмотрите. Начинает разрывать. Артем Довбик в сегодняшнем выпуске. И забил дубль. Причем сейчас. Если мы выиграем Аякс. Он забил победный гол. А вот еще одна опасная атака. Отлично. Ну что там. Пенальти вы серьезно. За вот этот момент. Бочневич получает еще и красную карточку. Там в мяч было сыграно. Арбитр. Ну ладно. Здесь уже нет. Здесь вот этого вот ракурса нет. Но красная карточка. Ключу подходит Тадич. Отбивает Ноперт. Но если не забивает игрок пенальти. Значит как говорится и не было пенальти. Ну вот может быть и красный там не было. Херенвен в финале. Кубка Голландии. Обыграли Аякс на их же поле. Довбик. Герой встречи. Забил дубль. При том что для нас это еще и очень важная игра была. Для того что мы победили. Проигрывая по ходу встречи. Волевая победа. Итак в параллельном полуфинале. PSV. Так же как и мы. Таким же счетом. 2-1 обыграли Утрихт. И в итоге финал будет PSV против Херенвена. А если я не ошибаюсь. То мы с PSV в любом случае. же уже встречались. Вот давайте я посмотрю сейчас. Потому что потом я могу просто забыть про это. Мы проиграли им на выезде получается 2-1. И обыграли дома со счетом 2-0. То есть сейчас все как раз и решится в финале. Вот наше личное противостояние в этом сезоне. Итак в марте у нас всего 3 игры. Финал кубка запланирован на апрель. Как видите там на 16 число. Здесь все действительно такие слабенькие команды. Эмен. Нек. Валендам. Поэтому я не знаю. Будем отталкиваться от того. Что у нас сейчас была игра в кубке. Против Аякса. Кстати вот они. В топ-5 то все таки они попали. Вот. Против Валендама. 17 место. Мы отыграем сейчас вторым составом. Чтобы у нас основные игроки отдохнули. Заменил только Довбека. Из второго состава убрал. Потому что он у нас на 2 состава решил. Хочет Донка. Поставить. Чтобы он тоже там свои голы назабивал. Состав в наших кранах. Поехали. Итак. Херенвен. Против Валендама. Домашняя игра у нас в рамках чемпионата Голландии. Поехали. У нас будет разрыв на 3 фланга. Что там пенальти. Сразу же пенальти. И опять же пенальти. Но в прошлом матче как раз против Аякса. Мы отбили пенальти. И вот сейчас Ван Отели. Что он здесь делает? Он просто футболку дернул. Ну да ладно. Хотя бы без карточки. Но Маус. Отлично. Здесь я просто решил до конца остаться по центру. И посмотреть куда он будет бить. А он так еще и слабенько пробил. Поэтому я даже успел среагировать. Еще раз говорю. По рейтингу он ни в коем случае там никому не уступает. И забивает. А театала. 19 минута. Левый защитник наш. Ну супер. Супер что подключаются наши. Даже нельзя сказать что он защитник. Латерали. Супер на латерали. Хоть и глубоко. Они поставлены по нашей схеме. Именно левые фланговые. Ну просто фланговые защитники. Но в любом случае. Очень хорошо играют. Дебютный. Дебютный еще и гол от Аталаха. В чемпионате Голландии. Поздравляем его с этим. Понятно что и сам хочет забить. Но отдает все таки. На Фомие. А тот забивает. Тоже плюс для парня. Был в первой половине сезона. В принципе где-то там в глубоком. У нас с запасе. Из-за того что был у нас один игрок арендованный. И нам надо было его просто по договору выпускать. В итоге он все равно ушел от нас. И теперь Фомие. Получает больше игрового времени. И это замечательно. Это тебе за Фомие. Вот так вот. И это Тахири. Если я не ошибаюсь. Могу же ошибаться. Скорее всего Тахири. Забивает с голевой от Хойдждонка. Здесь просто все замечательно. Раз туда и сюда. Причем снова с рикошетом от вратаря мяч залетает. Так Хойдждонг подбирает мяч и несется. И несется. И забивает четвертый. И забивает четвертый. Еще раз. Ну жалко что он не будет конечно засчитан. Вот этот второй его сейчас удар. 4-0. Хойдждонг забивает. И мне интересно. Просто действительно интересно. Какой гол он уже забил. Я помню у Золи забыло 16 мячей. В нашей с ним игре. А вот сейчас Хойдждонг-то и забил 16 мячей. Но может быть Золи уже успел. Еще парочку там наколотить. Поэтому я бы хотел бы конечно за Хойдждонг еще позабивать. С многими нашими игроками. И он не забивает сейчас 100% момент. Мог дубль в концовке положить. Но не вышло. В любом случае 4-0. Отличная победа. К сожалению травму получил у нас Фомие. Но надеюсь ничего там серьезного нет. Ушиб плеча. Действительно ничего серьезного. 5 дней. Поэтому мне кажется это просто одну игру он пропустит. Вот Довбик и Хойдждонг справятся. Итак Хойдждонг мы сейчас смотрим. Идет на третьем месте. У него 16 забитых мячей. Но в 23 играх. То есть как минимум вы видите здесь 2 игры еще есть у него в запасе. Но в любом случае ему никто не даст эти 2 игры доиграть. Чтобы сравняться. Но шансы есть. Всего лишь 2 гола до первого места. Золис как видите в итоге назабивал. И Коди как По. Тоже неплохо себя проявляет. Поэтому в матче против Эмена у меня нет другого выбора. Фомие естественно травмирован. Хотя уже может играть. Но я в любом случае выйду первым составом. Поэтому давайте постараемся немножко сегодня поиграть на Хойдждонг. Играем на выезде против Эмена. Поехали. Ну что же. Хэрен Вэн против Эмена. Выездная игра для нашей команды. В рамках чемпионата Голландии. Начинаем. Против Аякса. Все равно мы победили. Но это прям влетел сзади и травмировал нам Довбика. Хочдонг. А надо вот за вот такой вот наказывать. Не получилось к сожалению. Но менять нам сразу предлагают Довбика. У меня 2 нападающих травмировались за пару матчей. Причем они идут подряд. Заменю. Заменю на всякий случай. Фомие тем более отошел вроде. Вот обидно за Артема. Вот так вот. Вот так вот забивает Ольсен. И наказывает игроков Эмена за то, что они срубили Артема Довбика. На 11 минуте Хэренвен выходит вперед. Подача и Фомие. И Фомие забивает 51 минута. Я сказал, что этот парень должен забить 10 голов по итогам сезона. И в итоге его 6-й уже гол. Здесь просто отлично. Жаль, что не Хочдонг, конечно. Но все же. Если Фомие даже забивает, то у Хочдонг свои-то моменты за остаток сезона должны появиться. И Фомие. Шикарный пас на Хочдонг с левой ноги. Да здесь-то уже надо, конечно. Вот так вот уже надо забивать. Все. Он опять закатился вот так оборота. Быстро. А здесь буквально с развода мяча. Отобрали мяч и все. Забивает Хэренвен третий мяч. Шикарный пас от Фомие. И Хочдонг забивает уже 17-й гол в чемпионате Голландии в этом сезоне. Пас на Келлер-то шикарный. Хочдонг. Я вижу, как он забегает. Поэтому, естественно, пас на него отдаем. И он забивает дубль. 76-ая минута. Хочдонг обошел Коди Гакпо по забитым мячам. И должен сравняться с Залисом из Твенты. Поэтому будем надеяться, что и Гакпо, и Залис не забили в своих матчах. 4-0. Разгромная выездная победа Хэренвена над Эменом. А вот это замечательно. Довбик переломал себе палец ноги в матче против Эмена. И вылетел на 3 месяца. Это практически все. То есть он вернется в начале июня, когда у нас уже матч в начале мая заканчивается. Поэтому Артем Довбик до конца сезона вылетает. Замечательно. Ну, теперь у нас, в принципе, задачи должны выполнены быть. По нападению это, во-первых, золотая буца, чтобы была у Хочдонга. А вот, мне кажется, он это должен сделать. И Фомие осталось там забить 4 мяча до конца сезона. Тем более, если он будет играть в каждом матче. Итак, сборная Норвегии нам предлагает стать главным тренером. Было бы интересно, конечно, чтобы Златан Брагимович тренировал Холланда. Но нет. Итак, Хочдонг. Лучший бомбардир сейчас. Здесь его на первую строчку поставили. Скорее всего, из-за того, что у него матчей меньше сыгран, нежели чем у того же Тзалиса. Поэтому теперь остается только забивать. Ну, там, хотя бы в каждой игре. И все. Золотая буца у нас будет в кармане. Так, ну, нам надо Довбика, в принципе, уже убирать. Потому что нам даже зайти в игру не получится. Ну, и все. Два теперь у нас нападающих на этот сезон. Остаток, точнее, сезона. Хочдонг и Фомие. Ну, и лидерство сейчас у нас в 16 очков. Просто шикарная статистика. Поэтому, если мы прошлый матч играли первым составом, то теперь давайте уж сыграем вторым составом наших ранок. Начинаем. Итак, Нек против Хернвена. Последняя игра у нас с этой командой была, если я не ошибаюсь, в четвертьфинале Кубка Голландии. Мы тогда их разгромили 4-0. Посмотрим, как сыграем сегодня. Вот так вот. Не ожидали. Как только я сказал, давайте в контратаку, забивая Тимоси Андерсон на 45-й минуте. Отлично Кюллерд у нас. Вообще, вот просто космический игрок с космической скоростью. А ведь раньше он просто был игроком второго состава. Ну, как он умеет вот это вот убегать. И просто на блюдечке выдал этот пас. Хочдонг на Тимоси Андерсона. А может быть и в стеночку там получится отыграться. Нет, не получилось, потому что Тимоси Андерсон с Кюллердом решили здесь разорвать оборону Нека в сегодняшнем матче. И друг на друга отдают голевые передачи. И у обоих гол плюс пас. Счет 2-0. Финальный свисток. Счет 2-0. Херенвен уверенно переиграл Нек на чужом поле. Гол плюс пас на счету Тимоси Андерсона и Кюллерда. Сейчас у нас игра против Аякса. Реванш мы взяли за предыдущее поражение в полуфинале Кубка Голландии. Но теперь надо и в лиге постараться одержать победу над Аяксом. Тем более снова на выезде. Поэтому получилось в прошлый раз. Почему бы не получиться в этот? Правда, теперь у нас нету допика. Но посмотрим, как Хочдонг и Фамие у нас сегодня сыграют. Соса в наших экранах. Поехали. В этом матче, скорее всего, и должно произойти смена лидера в чемпионате Голландии. Постоянно долгое время Аякс. Такой прям грант голландского футбола. Где-то там на подстраховке PSV FNord. Но никто никогда сильного внимания не обращал на Херенвен. Но вот сейчас Херенвен идет на первом месте и стремится к тому, чтобы стать чемпионом эридивизии вместе со Златаном Ибрагимовичем, который ранее выступал в составе амстердамского Аякса. Ничья у нас пока что между встречами с Аяксом, поражение и одна победа есть у нас все-таки на счету. Поэтому посмотрим. Сегодня мы должны обыгрывать. Хоть и никакого турнирного значения этот матч не имеет. Так, неплохо. Накрутили-навертели и все-таки пропустили. Снова Аякс забивает в наши ворота первыми. Если не ошибаюсь, в матче, когда мы проиграли, мы забили первые ворота Аякса. Мне кажется, вот эта закономерность должна продолжаться. Кто забивает первым, тот проигрывает у нас в матчах с Аяксом. Но жаль, что Довбика нет. Так бы он снова забил дубль, и мы бы победили. Отлично, Ван Эвик! И пробитчи забивает в девятку! В дальнюю девятку! Ван Эвик закладывает этот гол и ничья. Но сейчас Ван Эвик забил уже больше мячей, чем Фамие за сезон. Вы представляете, оппозиции-то абсолютно разные. Один форвард, другой правый защитник. Но Фамие здесь голевую отдал. Как он забил! Броби с мячом отдает хороший пас на Классена. И тот забивает дубль. Дэви Классен и два пропущенных мяча от Аякса в этой встрече. Хойчдонг! Хойчдонг забивает! На последней секунде! И сравнивает что-то в матче с Аяксом. Вот так вот. Он молчал весь матч, чтобы забить в концовке и огорчить болельщиков Аякса, которые в двух матчах, уже когда пришли посмотреть на матч Аякс-Харенвен, не видят победы Амстердамского клуба. Только лишь на выезде смог Аякс нас обыграть. А дома пока что у них всего лишь одно набранное очко против нас. Итак, сейчас у нас игра против Гронингена. Они идут на 14-м месте. Я бы в любом случае играл с ними вторым составом, потому что у нас следующая игра будет против ПСВ в финале Кубка Голландии. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Играем дома. У нас хорошее лидерство по очкам. Сейчас 11, но в случае победы будет уже... Не уже, а снова там 14. Составы в наших кранах. Поехали! Харенвен против Гронингена. Сейчас уже маловероятно, что кто-то сможет сместить Харенвен с первого места в чемпионате Голландии. Но, естественно, все должны доиграть свои матчи, чтобы, так сказать, по-честному, по-спортивному, по-футбольному. Все-таки болельщики хотят насладиться этим моментом, прочувствовать каждый матч. То, как Харенвен сейчас идет на первом месте и близится к своему чемпионству. Ну, а вот так вот пропускает на первых минутах. От перекладины забивает Пеппи, игрок Гронингена. Так, Фомие. Супер. И на Келлерта. Конечно, и Келлерт забивает. У нас Келлерт забивает больше некоторых нападающих. У него вроде уже 11-й гол в сезоне. О некоторых это именно я сейчас про Фомие говорю. Но Келлерт просто шикарно у нас раскрылся. Низкого роста этот плеймейкер. Но все же, как он чувствует мяч. Он просто летает у него в ногах. Ну, и сейчас забивает очень важный гол, сравнивая счет против Гронингена. Ну, идет пока что череда угловых со стороны Гронингена. Подача за подачей. Маус справляется. А вот и не справился. А мы снова пропускаем. И это снова Пеппи. Он уже забивает дубль. Нам надо еще больше стараться, значит. И опасный момент и Пеппи снова. И это его хэтрик. Он в первом тайме уже забил нам хэтрик. Я буду делать, конечно, уже замены. Потому что я не знаю, как его остановить. Не в Маусе тут дело. Дело, скорее всего, во мне и в моей игре в обороне. Но будем, значит, улучшать позиционно нашу игру. Выпускаю новых игроков. И Ха-Е. Ну, не зря выпустили. Не зря выпустили. Время есть. Поэтому надо бежать сейчас только вперед. Проигрываем Гронингену дома. Со счетом 3-2. Пеппи нам забил хэтрик. Никакой недооценки не было. Просто выпустили второй состав, чтобы они хоть где-то поиграли. Ну, и провалили первый тайм. За второй не успели отыграться. Один гол отыграли. Дальше не получилось. Сборная Исландии нам предлагает стать главным тренером. Отклоняем. Так, и наконец-то Тимоси Андерсон теперь может сменить позицию. У него вторая родная позиция. Это Цапник. Поэтому мы сейчас переделываем. Вот 70-й рейтинг у него также и остался. Ну, и сейчас у нас финал Кубка Голландии. Голландии, хоть мы проиграли последнюю игру против Гронингена. Надеюсь, здесь у нас какой-то вот настрой вернется наш боевой. Постараемся. Тут не постараться, тут просто надо выйти и умереть на поле за эту победу. Наш будет первый трофей. И начнем мы, наверное, его именно с Кубка Голландии. Много игроков уставших у PSV. Но есть все-таки ключевые. Такие как ГАКПО в нападении. Один из лучших нападающих сейчас и бомбардиров в чемпионате Голландии. Орбан в центре защиты PSV. Бенитес, Сангаретта, Зе, Симмонс. Поэтому есть много известных, конечно, личностей. Но посмотрите на наш состав. Нам тоже надо показать все, на что мы способны. Поехали. Финал Кубка Голландии. PSV против Херенвена. Интересный матч нас сегодня с вами ожидает. И то, к чему мы шли в начале этого сезона, это постараться о себе заявить. После окончания этого сезона в чемпионате Голландии. Да и в принципе по Европе. Мне кажется, про нас уже точно стали знать во всех уголках Европы. Мы сейчас можем сделать шумиху и главное постараться эту шумиху продолжать в следующем сезоне, когда будем выступать в Лиге Чемпионов. Потому что первое место мы, скорее всего, точно возьмем. А там я не знаю, прямая ли у нас будет путевка в групповой этап, либо же отбор, как Аякс каждый сезон вроде как проходит. Поэтому мы тоже постараемся сделать все возможное. PSV побежали в атаку, но реализовать свой момент не вышло. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А красная карточка в финале Кубка Голландии. Как вам? И получает ее Ибраим Сангаре. Опасный момент. И очередное пенальти. Очередное пенальти. Я не знаю, будет ли красная карточка в ответ. Смотрим. Да. Теперь в равных условиях снова Бочневич. Он, кстати, вторую игру подряд в Кубке получает красную карточку, что против Аякса, что сейчас против PSV. И еще и пенальти. Еще и пенальти. Ну, посмотрим. Коди Гакпо. Нет, он паненочкой такой. И выводит вперед PSV. Но вот у нас шансы-то были-то неплохие. На этот матч. Особенно в начале, когда Сангаре удалился. А вот теперь шансы равные. Да еще и мы проигрываем. Это очень плохо. Келлерд сам мчится. Сам мчится и самому надо забивать. Конечно же. Как не Келлерд должен был забить в финале Кубка. Ну, он просто шикарен. Играя на позиции плеймейкера, свободного художника такого, он везде успевает. И голевые раздает, и голы забивает. Мне кажется, в конце сезона по системе гол плюс пас он будет одним из лучших игроков в нашей команде. Неплохо на Хае. Тот на Хойчдонка и все. Вот так вот. Провал в обороне PSV произошел. И Хойчдонк забивает. Пока что победный гол. Здесь все было сделано замечательно. Фамие подождал, когда будет забегать Хае. И тот в одно касание на Хойчдонка. А тут в противоход, в пустой угол. Все. 2-1. Валевая победа у Херенвена сейчас. Но у нас еще целый второй тайм и 5 минут в первом. Фамие. Фамие забивает в финале кубка. Это просто супер. 3-1. Забивает еще и Фамие. Увеличивает преимущество. И теперь более-менее так поспокойнее будем мы играть. Кюллер, кстати, отдал голевую передачу. Вот упускаем Симонса. А он пробивает и... Желтая касточка. А за что? Что произошло? Серьезно? Это еще сейчас пенальти поставят? Или нет? Да, действительно. Еще одно пенальти. И снова как по... Нет. Он забивает дубль. С пенальти. Вот так вот. Здесь вроде бы как-то качнулся, но нет. И... Ну, надо забивать. Фамие тоже забивает дубль. И снова разница в два мяча. И Фамие забивает дубль. Голевую отдает на него... Ван Эйвик. Просто замечательно. Принял на грудь. Пробил в дальний. Молодец. И все. Ну, а здесь Келерт. Ну, если только убежит. А он убегает. А у него получается это дело. Все. Келерт, ну, должен... Ставить точку. Да. 5-2. Келерт. Один из героев сегодняшнего матча. Счет довел до разгромного. Отлично. Убежали мы в контратаку. Ну, и Келерт. Просто вытащил нам этот матч. И тоже вроде как два мяча забил. И голевую отдал. Поэтому все супер. Финальный сысток. 5-2. Херен Вен в меньшинстве, как и ПСВ. Переиграл. ПСВ. Все замечательно. Первый трофей Ибрагимовича в качестве главного тренера. На дубль Гакпо в пенальти. Отвечает Фомье дублем. И Келерт. Ну, и также Хочдонг. Поэтому все у нас замечательно. К сожалению, да. Опять Бочневич будет пропускать следующую игру в рамках чемпионата. Но победа в Кубке Голландии замечательное событие. Особенно для нашей карьеры. Поэтому чемпионат мы вряд ли уже упустим. Значит, все трофеи, какие только могли, мы выиграть. Мы выиграли. Я не знаю, будет ли там Суперкубок еще какой-нибудь в Голландии. Но его мы, скорее всего, тоже должны и обязаны будем выиграть. Хотя уже должны, но его будут отдать за то, что Кубок и Суперкубок мы забрали. Итак, все. Трофей над нашей головой. Жалко, что Латана Ибрагимовича не показали. Но ребята абсолютно заслужили право стать обладателями Кубка Голландии. Обыграв в финале PSV в полуфинале Ajax. Поэтому пойдем, конечно, к своим же болельщикам, которые приехали в Амстердам нас поддержать. Но Ибрагимовича вообще не показывают. Хотя у нас вся карьера должна вокруг него строиться. Но вот, не показали фотографии. Вот это вот вообще замечательно. Еще бы Ибрагимовича, еще раз повторю, сюда бы. Зря, что ли, мы тренера такого выбирали. Минимум трансферов. Хорошая трансферная политика прошла даже с этим минимумом. Поэтому выбрали отличных игроков, которые нас привели к победе. И вот XG финала 2.6 у PSV, 3.5 у Херенвена. Итак, какая у нас сейчас ситуация. У нас осталось 4 последней игры. Матч против Камбура, Фейнорда, Спарты и против Вальвей. Вальвей, как-то так вроде вот называлась. Вот эта вот команда. Поэтому 4 тура, теоретически 12 очков. Сейчас у нас лидерство в 11 очков. Поэтому если мы сейчас уже даже Камбур обыгрываем, то у нас будет чемпионство вроде как, там примерно. Ну, 2 даже игры выиграть. Все будет замечательно. Поэтому сейчас играем против Камбура вторым составом. Потому что дальше идет все-таки посильнее Фейнорд. Посмотрим, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Не знаю, Маус тот же пусть играет. Мне в принципе смысла нет, что Ноппер, что Маус. Поэтому пусть, 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 пусть. Все, состав в наших экранах. Поехали. Итак, Херенвен Камбур. Мы уже в статусе обладателя Кубка Голландии. Сегодня постараемся одержать очередную победу в чемпионате Голландии на пути к чемпионству с первого сезона. Стали самой забивной командой Фомие. И замечательно. Забивает Келерт. Келерт. Ну вот просто супер. Я не знаю, надо же еще и запомнить, кто будет автором золотого гола. После чего голом мы станем обладателями чемпионского титула. Ну вот сейчас запомнили. Келерт. Пока что вот Келерт. Но не факт, что после этой игры мы еще можем стать чемпионами. Тимоси. И это 2-0. И это 2-0 забивает Тахири. Поэтому сейчас уже поспокойнее можно и поиграть через Хойч Донг и через Фомие, чтобы те позабивали. Опять же у Хойч Донга вообще мяч не держится. Не знаю с чем это связано, но вот пропускаем мы еще после вот этого вот момента. Как только мяч там потерял Хойч Донг. Финальный звездок. Минимальная домашняя победа у нас над соперником очередным Камбуром. Ну и это, кстати, стало, да, игра чемпионской. Получается, Келерт стал автором победного гола. Там Тахири уже сделал счет 2-0. Поэтому вроде как считается, что именно Келерт. Забил победный гол. И вот так вот два матча у нас подряд стали решающими. Один финал Кубка Голландии, другой матч регулярного чемпионата. И вот так вот обыграли. И здесь Тахири будет поднимать этот трофей. Казалось бы, вторым составом играем. И в итоге игроки именно второго состава нам принесли вот эту вот тарелку чемпионата Голландии. Ну, посмотрим. На празднование, конечно же, может быть, что-то и в ролик пойдет на превьюшку, кто знает. И снова нету Златана Ибрагимовича. Где-то вот его постоянные игроки Херенвена забывают. Здесь вот отличная операторская работа еще. Побежали к болельщикам. Все-таки еще и на домашней арене. Стали чемпионами. Там, скорее всего, АЗ потеряли очки. Потому что они шли на втором месте. И при равенце даже, наверное, очков мы бы все равно бы прошли АЗ. Обошли бы. Вот. Может быть и по личным встречам. Так, ну и победная фотография. Конечно же. Все. Все возможные трофеи с Херенвеном в первом сезоне мы забрали. Ну и теперь посмотрим, как в следующем году мы сыграем в Лиге Чемпионов. Либо же в просто, давайте еще пока что говорить, в Еврокубках. Но я действительно оцелен на Лигу Чемпионов. Итак, игра у нас против Фейнорда. Здесь выходим уже стартовым составом. Состав соперника вы видите на своих экранах. Поехали. Келлер. Один из ключевых наших игроков. По статистике сейчас забил 4 мяча в 3 последних играх. Нам это показали перед матчем. Но сейчас посмотрим. Играем против хорошего соперника. Против Фейнорда. Тоже недавно выигрывшего чемпионат Голландии. Ну вот. У АЗ как-то вообще дела пошли не очень. В этом сезоне не знаю почему. Может быть действительно. Потому что они там в Еврокубках участвовали все дела. Ну а мы просто были нацелены на домашние, так сказать, трофеи. И отлично. Забивает Ольсен. 17-ая минута. Аккуратненько разыграли атаку. И выходим вперед в матч против Фейнорда. Вот так вот. Келлер от штанги. Вроде как из-за предела штрафной. Забил чудо гол. Ну, я уже не знаю. За Ходждонг и Фамие как-то на них играть. У меня трудно получается. Но здесь просто замечательно. Себя показывает Келлер. Еще как-то странная анимация Голлкипер сейчас была. Вот посмотрите. Вот это тут просто полет так. Будто его в сторону ветром отбросило. Ну, странно. Но да ладно. Спокойно. Но там еще и пенальти. Конечно же. Как же без пенальти у нас. И Ван Бек получает желтую. Посмотрим. Хименес. Нет. Разводит. Разводит. Ноперта. И Хименес забивает дубль. Вот так вот. За пару минут. В концовке первого тайма. Дубль Хименеса. И снова счет 2-2. И вот просто 3 мяча сейчас Фейнорд забил в концовке первого тайма. Я здесь просто уже на тишине сидел. На молчанке такой. Ну вот как. Как это проходит. Ну вот это что такое. Хименес забивает. Во-первых. Хэтрик. А во-вторых. Просто каждый удар начинает лететь в наши ворота. Ну и вот это. Как вот может это пройти. И просто 4 мяча от Хименеса. Мы играем стартовым нашим составом. Просто в конце матча мы посмотрим их джи. Вы сами все поймете. И все. Домашнее поражение. Наверное самое разгромное поражение в нашей истории. 5-2. Хоккейный счет. Вот. Ну. Смотрим. По ХГ. Сейчас там они естественно. Вот. 3-8. У нас 1-2. Ну. Как. Вот они действовали. Все наши игроки. При моментах. Когда мы пропускали голы. Вы сами это прекрасно видели. Ну. То есть. Такого не должно происходить. Итак. У нас трудная задача. У нас остается 2 матча. До конца чемпионата. И Дзолис и Гакпо обошли. Ходждонка. Кстати. Я не знаю почему Гакпо-то обошел. Если у Ходждонка матчей меньше сыгран. Но очень странно. В итоге нам надо забивать за Ходждонка. Играть будем на него. Поэтому скорее всего будем играть только основным составом. Чтобы как-то у нас еще развивалась эта атака. Состав в наших кранах. Поехали. Итак. Выезд в Роттердам. Спарта принимает Херенвен. В рамках чемпионата Голландии. Супер. И Фомие. Ну вот так вот. Хотя бы вышли вперед. Уже радует. И пропускаем. Забивает нам Ли. Простояли защитники. Просмотрели как возле них движется соперник. И все. И сразу же второй. Где-то это я уже видел. И пенальти еще. Замечательно. И снова Бочневич. Он уже за последние там три матча. Особенно в решающих. Отбиваем хотя бы. Слава богу. И просто все мячи вокруг Ходждонка отбираются. А у нас провал вот такой вот в обороне. Замечательно. Я не понимаю что происходит с обороной в последних двух матчах. Вот против Фейнорда и против Спарты. И вот Фоми Е. Слава богу один. Время еще есть. За пару минут отыграть это без проблем. Но будут ли они отыгрывать? Потому что вот такая хрень прошла как-то на Фоми Е. Который был там на метр. Дальше от защитника. Все. Финальный свисток. Наше второе поражение. Подряд. В концовке сезона. Я не знаю. Это все началось именно после чемпионства. То есть я не знаю. Они пошли праздновать или что. Почему стали так играть. Я действительно не понимаю. Итак. Последняя игра. В концовке. И в принципе в этом сезоне. В этом выпуске. Играем против Валвика. Естественно снова будем играть первым составом. По игрокам. Все так же. Два мяча. Разница до Золиса. Хойдж Донко нам написали. Что заканчивается у него аренда у нас. Он говорит. Что не против бы у нас остаться. Денег у нас его сейчас выкупать нет. Но в следующем сезоне. В любом случае мы его постарались бы забрать. Составы на уши кранах. Поехали. Итак. Финальный матч. Болельщики пришли поддержать. Нашу команду. Понятно что уже стали чемпионами. Но хотелось бы. Немножечко загладить концовку сезона. Вот эти два поражения подряд. Надеюсь сегодня у нас получится победить. Ну и конечно же. Когда у них игрок там травмированный лежит. Я не трогаю мяч. Они вот. Начинают лупить по девяткам. Финальный свисток. Мы провалили полностью концовку чемпионата. После того как стали чемпионами. Я не понимаю что происходило с нашими игроками. Что вообще это в принципе было. Я не знаю. То есть у нас были хорошие моменты. Вот. То есть у них какой-то один удар такой залетел. У нас ничего не залетает. В последних матчах. Вот особенно в трех. Поэтому мы проиграли три последние игры. Не знаю с чем это связано. Но вот именно после чемпионства. У нас перестали. Ну меня даже перестали слушаться игроки. Просто провал. В любом случае мы на первом месте. Вот. На втором месте идет АЗ. Фейнор, Таякс попали все-таки в Еврокубки. Там скорее всего ПСВ попадет. Ну получит какую-то квоту Еврокубковую. Из-за того что я еще и Кубок Голландии выиграл. Поэтому как-то так. Мы получили 10. 11 миллионов. Ладно уж. Вот. Поэтому посмотрим что на них можно будет купить в следующем сезоне. Домотаем до следующего сезона. Не знаю вдруг какая-то что-нибудь тут интересное у нас будет. И будем на этом заканчивать. Сборная Дании предлагает стать главным тренером. В принципе давайте посмотрим по игрокам. Золис. Лучший бомбардир. 21 забитый мяч. Идет дальше Гакпо. 20 голов. И наш Хойчдонг. На ну можно сказать делить третью строчку. Вместе с Дуэлундом из Нэка. Вот. 19 забитых мячей. Хойчдонг и Келлер стали лучшими ассистентами. Ну Хойчдонг. Все таки на первом месте. 18 голевых передач. Йенсен стал лучшим вратарем. Это вратарь АЗ. 11 сухих игр. У нас Сноперт. Лишь 6 за 24 матча. По Кубку Голландии Гакпо стал лучшим бомбардиром. 4 мяча. И Фомье тоже 4 мяча. Но у него за 2 матча. Поэтому мне кажется. Здесь бесспорно Фомье лучший. Ольсен стал лучшим ассистентом. 3 голевые в 3 матчах. Ну и лучший вратарь это Ноперт. Хотя здесь наверное все таки Оли. Потому что у него одна игра была в сухую. За одну вот эту вот игру как раз. Вот. Ну а Ноперт всего лишь единственный сухарь за 4 игры. Итак. По статистике топ 3 наших игроков по количеству матчей. Это Хойчдонг, Ван Эйвик и Келлер. Ну и Ван Бек также в 31 игру. Лучший бомбардир. Хойчдонг. 21 забитый мяч за весь сезон. Потом идет Келлер. 16 голов. Довбик 14. Ну и вот Фомье пробил отметку в 10 голов за сезон в сумме. Вот. 7 у него в чемпионате. И 4 в кубке. По голевым. Хойчдонг еще и лучший ассистент. Келлер на втором месте. Идет потом в Довбик. И все. Ну Фомье 9. Самый возрастной игрок нашей команды это Адам Ланг. Его центральный защитник. 30 лет. Самый молодой из играющих это Киркес. 19 лет. Ну и самый высокорейтинговый игрок в нашей команде это Ван Эйвик. Его, надеюсь, не надо будет никуда там продавать. Но если придет хорошее предложение, будем раздумывать. Вот. 77 у него рейтинг. Самый минимальный кто у нас в составе это Али. С рейтингом 64. Ну и топ 3 самых дорогих игрока это Ван Эйвик. Стоит 14,5 миллионов. У него отступные, кстати, надо контракт им переподписывать и отступные убирать. Дальше идет Киркес. 11,5 миллионов. И Авила. 9 миллионов. Так, ну и если даже по развитию посмотреть, то у нас на первом месте это Ходждонг. Он заработал плюс 5 к рейтингу себе. И есть 3 игрока, которые заработали по плюс 4. Плюс 3 брать не будем, их там очень много. Ну вы так можете чисто посмотреть. Ван Эйвик. Плюс 4. Дальше у нас идет Авила. Плюс 4. И Киркес. Вот. Как-то так. Так, ну и по другим месте тоже посмотреть. Турниром. Реал Мадрид выиграл Суперкубок УЕФА. В матче против Айнтракта. Лигу чемпиона выиграла Барселона. Кстати, обыграв в финале ПСЖ со счетом 2-0. Лацо обыграли Рому в итальянском финале Лиги Европы. И здесь Весхэм обыграл Фиорентину с счетом 4-2 в финале Лиги Конференции. Ну и кому интересно, кто как там занял и места в чемпионате Голландии. Вот, пожалуйста. Давайте по топовым лигам мы тоже пробежимся. Потому что, ну, вдруг придется нам куда-то уходить. Так чисто для себя. Топ-8 английской премьер-лиги на ваших кранах. В Бундеслиге так. В Испании. Атлетика, кстати, стали чемпионами. Севилья на втором месте. Вот это да. Серия А. Наполи стали чемпионами. Ну и во Франции ПСЖ. Сборная Ганы. Интересуется Златаном. Мы отклоняем. Ну что же, вот они наши результаты сезона. Так, смс-ки мы сейчас эти быстренько прочитаем. Первые в чемпионате Голландии. И победа в Кубке Нидерландов. Так, ну все. Завершаем сезон. Ну здесь руководство нами, конечно же, довольно. И мы переходим во второй сезон. Так, нам предлагают предсезонный турнир в следующем сезоне. Поэтому самый дорогой-то мы и берем. На этом все. Прямо здесь мы сохраняемся. И заканчиваем следующий выпуск. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жидан Стэч. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok